Новости дня на телеканале Актиз в суде Ольга Деребера. Здравствуйте! Сегодня в программе закрыть или навести порядок. Квартальцы жалуются на посетителей одного из местных баров. Световой день растет, а комендантский час стал меньше. Как теперь будут контролировать детей и подростков. И казачество будет помогать госслужбам. Общественная структура завершает регистрацию. Сегодня ночью на станции Суховская произошел несчастный случай со смертельным исходом. Отсмотрщика нефтеналивных емкостей ударила током, отчего он скончался на месте. За комментарием мы обратились в службу корпоративных коммуникаций Восточно-Сибирской железной дороги. 2 апреля в 23.05 местного времени на станции Суховская во время производства работ. И на перескентоком был действительно травмирован работник вагонного эксплуатационного депо станции Кустаркировочной. Сейчас в случае расследования, что там работает специальная комиссия, она выясняет те обстоятельства этого трагического случая. С сегодняшнего дня начинаются выплаты трудовых и социальных пенсий с учетом планового повышения. Напомню, что с 1 апреля произошла переиндексация на 3,3%. В результате средний размер пенсий в ангарском муниципальном образовании составит 10 811 рублей. Также с 1 апреля проиндексировано, но уже на другой коэффициент, 1,8% это получатели социальной пенсии. Это те, кто по трудовым не имеет права получать или родители военнослужащих погибших при внесении службы по призыву, пострадавшие также в результате техногенных катастроф. По данным управления пенсионного фонда на территории Ангарского района зарегистрировано более 76 тысяч пенсионеров. Из них только 7,5 тысяч жителей получат асоциальные пенсии. Кроме того, с апреля проиндексирован размер ежемесячных денежных выплат. Ранее льготники, которые имели право на пользование набором социальных услуг, получали компенсацию в размере чуть менее 800 рублей. С 1 апреля 2013 года набор социальных услуг увеличился на 5,5% и составил 839 рублей 65 копеек. На этой неделе стартовала весенняя призывная кампания. С 1 апреля по 15 июля в призывном пункте города молодые люди в возрасте от 18 до 27 лет будут проходить медицинскую комиссию, беседовать с психологами. Первая отправка новобранцев планируется 24 апреля. По сравнению с прошлым призывом весной 2012 года несколько снизилось задание. Но тем не менее, вы сами понимаете, что задача все равно сложная. Вот идут ребята лихих 90-х годов рождения, когда действительно была демографическая яма. То есть количество призывников снизилось по сравнению с прошлым годом, позапрошлым годом. Всего за период весенней кампании на сборный пункт в Шелихов отправится 270 новобранцев. По словам Александра Бондарчука, в этом году ангарчане идут в армию осознанно и с желанием. Наличие военного билета играет важную роль в устройстве на высокооплачиваемую работу или службу по контракту. Накануне вечером во втором отделе полиции собрались жители юго-западного района и сотрудники полиции. Повод – недовольство местных жителей работой квартальского бара 4х4. Это кафе уже давно в черном списке у сотрудников правоохранительных органов. О том, как проблему решали всем миром, в репортаже Марии Константиновой. Он ничего не сделает. А в кафе? Абсолютно ничего не сделает. Эта драка, эти машины, эти пьянки не закончатся никогда. Терпению горожан, кажется, уже нет предела. Много лет они не могут спать спокойно из-за постоянных потасовок возле бара 4х4. По словам полицейских, за три месяца тревожная кнопка заведения срабатывала 29 раз. То есть, каждые третьи сутки в кафе происходят крутые разборки. На сотовый телефон снял побоище. Ну, не само побоище, а последствия побоище. Когда два полутрупа лежали, приехали два микроавтобуса, такси вызванные. Компания загружалась в один из микроавтобусов и предлагал один из этой компании, кто уделали его. Они вообще предлагали, давай, говорит, сейчас с водилой договоримся, загрузим этих говнюков в багажник, вывезем на китай и хрен с ними. Ну, благо, он не пошел на это. Вот они загрузились все, уехали. Ну, через минуту, может быть, здесь видно на записи, через минуту подъехали сотрудники АВО. За три последних месяца более 30 ангарчан были доставлены в отдел полиции номер два. В отношении 20 из них участковые составили материалы, а 12 человек получили административные взыскания. В чем определенные проблемы существуют? Безусловно, в доказывании, скажем, тех происшествий, которые, в том числе административных, в вечернее время беспокойства, значит, и громкую музыку необходимо. Это является вообще нарушением общественного порядка. Есть законы Иркутской области, позволяющие нам к тем или иным, значит, нарушителям применять нормы административного законодательства, федеральное законодательство. На собрании присутствовал руководитель бара. Он пояснил, что в его заведении порядок есть, а жители недовольны тем, что происходит по соседству. Дело в том, что народ сейчас достаточно, вот молодежь, она, скажем так, продвинута или как ли грамотно сильно. То есть они начинают саму охрану уже, то есть обеспечить своими знаниями того, что это уже не ваша территория, где они сидят, допустим, что там, где у них музыка или еще что-то, то есть играет. Это уже должны граждане как-то давать, значит, сигнал сотрудникам. В Ангарске всего три питейных заведения, которые состоят на особом контроле у полиции. На встрече прозвучало даже предложение снабдить анонимно жильцов дополнительной тревожной кнопкой. Уже несколько лет бар пользуется дурной славой. Его посещает особый контингент. И пока руководитель этого заведения по-хозяйски не возьмется за решение вопроса, жители соседних кварталов так и будут страдать. Мария Константинова, Дмитрий Новопашин, Михаил Терышкин. Местное время. Накануне с сотрудниками Абнон при содействии общественного фонда «Город без наркотиков» за незаконные сбыты хранения героина в 60-м квартале была задержана ангарчанка 1985 года рождения. Торговала давно. В основном она и была наркозбытчица вот в этом районе. Толпы наркоманов к ней шли. Сама героин употребляет на протяжении где-то 8 лет. Задержали. При сбыте нашли вмеченные деньги. Ну и оставшиеся там около грамма героина. Сейчас наркозбытчица находится под стражей. Ей вменяется до 12 лет лишения свободы. И буквально спустя сутки после этого по подозрению на законном сбыте наркотического вещества еще одна молодая ангарчанка попала в поле зрения полиции. Вместе со своим 8-летним сыном она проживала в притоне, организованном в одном из квартир 9-го микрорайона. На момент задержания у женщины при себе имелось 12 доз. У нее изъяли около 8 тысяч рублей, среди которых были и ранее помеченные купюры. Меру пресечения выберет суд. А вот дальнейшую судьбу ребенка теперь определяют органы опеки и попечительства. Сейчас он находится в казенном учреждении. Подведены итоги профилактической операции «Сообщик», где торгуют смертью. Она проходила в нашем городе с 18 по 29 марта. За это время в дежурную часть ангарского отдела федеральной службы по контролю за незаконным оборотом наркотиков и ОМВД поступило более 70 звонков от граждан. Они сообщали о расположении возможных притонов и незаконном сбыте зелья. Целью данной акции являлось привлечение общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков, профилактике их немедицинского употребления и оказание консультативной помощи в вопросах реабилитации. Активное участие в информационном освещении проведения данной акции приняли волонтеры Центра «Гармония». По словам начальника ангарского отдела ФСКН, за время акции было возбуждено три уголовных дела, составлено пять административных протоколов и выявлен один наркопритон. С 1 апреля на территории ангарского района действует так называемый комендантский час с 23 часов вечера до 6 утра. Однако принятый закон Иркутской области нередко нарушают не дети, а взрослые. Какие последствия могут возникнуть при таких обстоятельствах, обсудили на пресс-конференции. Весенний комендантский час уменьшен. Теперь лицам, не достигшим 18 лет без сопровождения родителей или опекунов, нельзя находиться на улице с 23 часов вечера до 6 утра. Нарушения областного закона полицейскими уже были зарегистрированы. Так, с начала текущего года к административной ответственности привлечены около 200 ангарских семей. Если в прошлом году за целый 2012 год у нас было привлечено 473 родителя, то за первый квартал этого года уже 191. Хотелось бы отметить то, что когда встречаешься с родителями, то они у нас действительно порой не осознают ту ответственность, что дети действительно не должны находиться в ночное время. За прошлый год в отношении детей было совершено 7 преступлений, столько же содеяно подростками. И все это в позднее время. Статистика текущего года пугает полицейских. Только за три последних месяца от рук преступников пострадали пятеро несовершеннолетних. Удивителен факт отношения родителей к данным вещам. Некоторые на самом деле осознают и понимают, насколько они неправы, отпустив или самостоятельно даже привозят своих детей в кинотеатры на ночные сеансы, когда через 5 минут их возвращают уже с полиции. А некоторые не понимают и говорят, что мы вообще должны бороться с другими вещами. Мы готовы бороться со всем, собственно говоря, но в первую очередь все-таки бороться за наших детей. С наступлением тепла и увеличением светового дня полицейские советуют родителям усилить контроль за детьми. Ведь дело даже не в штрафах для взрослых. Сильно пострадать может сам ребенок. Мария Константинова, Дмитрий Новопашин. Местное время. Казаки продолжают участвовать в охране общественного порядка. Это отражено в законе о государственной службе российского казачества, принятого еще в 2005 году. Этим же документом регламентируется и необходимость перерегистрации казачьих обществ и внесения их в единый госреестр. Ангарское подразделение сейчас проходит последние этапы процедуры. Подробности далее. Прошел ровно месяц после того, как было подписано трехтороннее соглашение между администрацией города, полицией и казачеством. К патрулированию улиц приступили объединенные экипажи из представителей Нижнеиркутского казачьего округа и сотрудников ППС ангарской полиции. Первый опыт совместной охраны общественного порядка в Ангарске принес неплохие результаты. Он помог раскрыть несколько краж, грабежей и одно причинение тяжкого вреда здоровью. За нарушение требований комендантского часа в отдела полиции были доставлены 9 несовершеннолетних. Было задержано у нас всего 185 человек. Мы задержали, доставили в отделы полиции. Из них задержано за права по подозрению в совершении преступления 99 человек. За административное правонарушение 71 человек доставлено. Как нам рассказал атаман Нижнеиркутского казачьего округа Александр Машуков, сейчас округ объединяет территорию от областного центра и до Саянска. Так, городские казачьи общества Усулия и Черемхова, входящие в его состав, уже зарегистрированы. Ангарск на заключительном этапе и уже прошел все согласования со структурами УМВД, МЧС и другими госслужбами. Сейчас проходит согласование уже в администрации города. После подписи постановления, отдельным постановлением будет выходить регистрация этого общества в городе. Потом оно пойдет уже в юстицию. Ну, я так думаю, там 10 дней срок рассмотрения. И после этого уже будет юридическое лицо. Организованная после процедуры регистрации ангарско-городская казачья станица, городовое казачье общество сможет нести самостоятельно все виды госслужбы, прописанные в законе. Кроме того, планируется создать в поселениях ангарского района и его отдаленных территориях хуторские казачьи общества. Они разместятся в так называемых опорных пунктах, куда уже привыкли обращаться люди в деревнях и селах. Ольга Дерибера, Дмитрий Новопашин, Местное время. И на сегодня это все, что мы успели вам рассказать. Я напоминаю, что наши новости доступны на сайте в интернете. Заходите, комментируйте. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok